С 1 июля тарифы на все коммунальные услуги повысились, а вот на водоснабжение и канализование снизились. Вместо 32 рублей за кубометр воды теперь нужно заплатить 22 рубля 75 копеек. Причина в том, что сети из частных рук ООО «Водоканал» перешли на обслуживание муниципального предприятия «Водоканал». Но пока это только в Адлерском районе. Остальные до сих пор относятся к коммерческой организации, которая не желает расставаться со своим прибыльным бизнесом, при этом зачастую игнорируя интересы жителей. Глава Сочи отметил, задача мэрии – качественно повышать уровень жизни населения, не повышая при этом тарифы. Естественно, они то, что пожирнее, то, что получше взяли в эксплуатацию, а то, что нужно ремонтировать и то, что не даёт больших денег, там сети брошенные, так они и остались брошенные, а жители есть, они пользуются этой услугой. И, конечно, это не годится. Я просил, чтобы вместе с администрациями районов сделали инвентаризацию всех этих сетей, КНС, канализационных сетей, водопроводных сетей. И через суд признали их бесхозными, передали в муниципальную собственность и взяли в эксплуатацию. Вот какая работа в этом плане сделана? Постоянно проводятся совместные рейды с администрацией, мы проводим обследование. На сегодняшний день мы, ну, можно так сказать, близимся уже к завершению по обследованию этих объектов. При этом, как бы там есть два пласта. То есть один пласт проблем – это объекты, которые при сравнительно небольшом вложении денег можно очень быстро там привести в порядок, запустить работу. Ну, например, насосная в ЛАО Енисейское. Ну, там порядка полутора миллионов мы потратили. Сейчас насосная уже пришла и к 1 августа мы ее полностью восстановим. Что касается второй части сети, отметил Сергей Винарский, то сейчас МУП «Водоканал» разрабатывает инвест-программу с привлечением дополнительного финансирования, чтобы отремонтировать бесхозные сети и взять их на свое обслуживание. Кроме того, муниципальное предприятие работает над улучшением качества очистки воды, используют новейшие реагенты и строят вторую очередь сушки на очистных сооружениях Хадлера, что позволит увеличить их резерв.